Друзья, приветствуем вас на нашем канале. Мы сейчас находимся в Шарм-эль-Шейхе. Прилетели сюда специально в разгар лета для того, чтобы приготовиться к осенне-зимнему сезону. Таким образом, мы заботимся о вас, мы заботимся о себе, потому что нам важно чувствовать, как экспертом, что из себя представляет самый лучший резорт этой страны, и во время личной консультации вам давать честную обратную связь. Увидела очень хороший знак самолет, значит, кто-то из вас скоро полетит отдыхать. Друзья, просим крепко поддержать наше старание, поставить лайк, а мы продолжаем съемку. Я хочу сказать, что мне в Риксос Сигейте нравится больше, чем в Риксос Шарме. Я не знаю, знаете, как-то сразу же ощущается, что здесь по-другому. То ли он свежее, то ли он как-то новее выглядит. По территории тоже курсируют шаттлы, возят гостей. Ну что, я иду отснять для вас мега подробный обзор нашего обеда. Вы все посмотрите, а я сделаю в конце тоже выводы, где еще более разнообразный стол. Это у нас оливочки, это у нас идет салат-бар. Все свежее, слушайте, мне нравится. Очень так приятненько взять и сделать самому себе с какой-нибудь заправочкой, да, салатик. Сейчас мы обойдем, обойдем, обойдем. Здесь у нас продолжение оливочек. Возможно, даже просто, да, как будто бы эта половинка, знаете, зеркалит ту, чтобы не было очередей. Здесь сыры, яички, туна, тунец, огурчики. Я бы тоже сама могла себе сделать очень вкусный салатик, артишоки, видите, да, кенуа, салатики, грибочки. Это какой-то, наверное, здоровый уголок, потому что здесь все овощи отваренные, свекла, вкусненький хумус. Смотрите, сколько вариаций, да. Здесь у нас с вами идут бургеры, сыр с плесенью, сэндвичи всякие. Это при том, напоминаю, обед. Обед, он все равно как-то поскромнее, потому что еще уже работают и гриль-рестораны, снэк-рестораны. Гости, может быть, не уходят с пляжа. Так что выбор, я считаю, что хороший. Сыры, нарезки из рыбы, колбас, виноградик. Пошли десерты, постараюсь на обед от них воздержаться. Вот эти кокосовые печеньки самые вкусные. Надеюсь, я камеру веду не быстро, и вы можете там все при все разглядеть. Это детский корнер. Представляете, здесь можно посидеть с детками, что и делают, и дети могут сами выбрать себе блюдо. Здесь у нас супы. Это паста-корнер. Готовят пасту, такую, которую вы хотите. Посмотрите, да, какие осьминоги. Нет, кухня просто супер. Рикс из Сигейт молодцы. Очень так вкусно, разнообразно, да. Много арабско-турецкой кухни, но она вот прям замечательная. Столько вариаций риса, столько большой прям ассортимент мясных блюд. Это, конечно, удивляет. А здесь готовят куриную шаурму. У нас сейчас рубрика, что едят ваши любимые турагенты. Это моя тарелочка. То, что я сейчас захотел покушать. Конечно же, выборы и ассортимент там гораздо больше. Посмотрим, что возьмет к себе Лиля. Сказать, что я удивлена, это ничего не сказать. Мне очень понравился выбор. Я такого даже не ожидала. Даже, наоборот, вопрос к Риксу Су Сигейт. Зачем? Зачем столько мяса? Зачем столько изобилия? Убавить можно смело, не знаю, там, блюд 5-10. Потому что просто мега богатый ассортимент. А потом гости выходят, да, с такими животами. А уже потом начинается ужин, да. Поэтому я постаралась взять прям буквально чуть-чуть. Сейчас давайте камеру переверну и покажу. Вот моя тарелочка. Так я себе немножечко постаралась набрать. В Риксу Сигейте ресторан состоит из двух этажей. Мы сейчас поднялись на второй этаж. Вроде бы смотришь, выбор блюд такой же, какой же огромный просто, я вам могу сказать, ресторан. Сейчас предлагаем продолжить нашу прогулку. Вкусно пообедав, можно прогуляться по всей территории. Обязательно заглянем в детский клуб, на рецепцию. Попросим тоже показать нам номера. Напомню, что мы живем в Риксус для взрослых. Ритан, кстати, предлагают и здесь тоже отдохнуть. Посмотрим. Прямо рядом расположился детский городочек. Поражается своими размерами. Очень большой, просторный. Вижу, что там дети. Вот для детей это прям один из лучших, мне кажется, мини-клубов во всем Шарм-эль-Шейхе. Это у нас вход в детский клуб. Вы видите, все ухожено, зелено. Детский клуб называется также Рикси. Это потому что их сеть. В каком бы Риксусе вы ни отдыхали, везде встретите детский клуб, который называется Рикси. Мини-клуб работает с 9.30 и до 11.00 вечера. Это такая просторная зона рецепции. Сейчас все вам покажем. Очень много детей, очень много гостей. По сравнению с остальными отелями, где мы были, прям сильно отличается живой мини-клуб. Детская площадка тоже большая. Есть тент, там еще есть бассейн. Сейчас прогуляемся вместе с вами. Качельки. Два бассейна даже, представляете? Вот один здесь, где плавают прям с маленькими детьми. А там, похоже, можно поиграть даже в спорт. В этой зоне, где лазилки, я прям вижу, что покрытие новое, свежее и покрашено так все. Здесь вот есть пятнышки. Вообще странно, что у них не прорезиненное такое покрытие, а именно идет ковролин. Здесь, похоже, в определенные часы можно даже покушать. Пока еды не вижу, пока только напитки стоят в холодильничке. Посмотрим, как здесь внутри. Вижу, что несколько комнат. Пройдем, посмотрим. Они зонированы. Я вижу, что есть игровая комната для детей с 7 лет и выше. Это комната для малышей, кому до 3 лет можно так вот поиграть. В комнате, где дети старше 7 лет, но тут вот, получается, у нас приставки по факту. А тут маленькие гости смотрят кино или мультики. Похоже, какая-то мастерская. Это очередь из желающих, которые хотят, чтобы им разукрасили личики. А вот здесь можно поспать. Мы вышли из здания детского клуба. Будем направляться в сторону бассейна. По правую руку у нас остается детский клуб. А здесь уже такая спокойная зона. Тоже обращаю внимание на красивые газоны, на аккуратные дорожки. В целом атмосфера очень приятная. Хочется вам показать побольше атмосферы бассейна для удобства гостей. Смотрите, водичка. Какие красивые деревья растут на территории Рикса Сегейта. Видно, что гости счастливы, потому что хорошая погода, вкусная кухня, замечательное море. Обращаем ваше внимание на вот этот бассейн. Здесь, смотрите, такой вот очень пологий вход в него. Как будто бы ты входишь в море. Журчит вода. А потом все это с вами слышим. Отдыхаем. Наполняемся этими прекрасными звуками. Такая приятная роща. Только из пальм. Вот здесь прямо чувствуется, что за отелем тоже ухаживают. Но надо полагать, потому что Рикса Сегейт один из самых дорогих отелей на все включено. Наверное, вы тоже, как и мы, видите, насколько много пространства, много воздуха, как говорят декораторы, интерьерщики. Что здесь места хватает всем гостям. Раздолье такое, не тесняться. Потому что отель не компактный, а с такой большой, просторной территорией. Мы уже внутри спа-центра. Сейчас вместе с вами пройдем глубже. Узнаем, какие здесь процедуры бесплатные. Обратите внимание на такую, знаете, стильную, современную зону отдыха. Прям очень приятное. Полы видно, что новые какие-то. Стильно, современно вот здесь вот ощущается. Мне Рикса Сегейт, честно сказать, по, наверное, новизне как-то, да, больше нравится, чем просто Рикса Шаром. Прогуляемся по самому фитнес-центру. Посмотрим, что здесь в тренажерах техно-джим. Здесь же на рецепции расположился вот такой вот бар, где гости могут угоститься напитками. Зоны отдыха продолжаются. Вот прям такие, видите, да, ниши получаются. Здесь у нас опять журчат фонтанчики. Здесь расположилась турецкая баня. Очень большое и просторное место. Потом вы видите, да, есть разные отсеки для двух людей, для гостей побольше. Центральная локация. Здесь вот такой вот джакузи, бассейн. Честно признаться, пахнет хлоркой. Приготовьтесь. Я таких саунд, честно сказать, вообще никогда не видела. Смотрите, какая она огромная. Это еще не одна, еще рядом соседство вторая. Здесь у нас уже парная. Там душевые. И справа джакузи. Как вам спа? Я под впечатлением. Однозначно сюда за свой отпуск советую вам заглянуть, чтобы вы отдыхали не только вот глазами, видя вот эту вот всю красоту, но еще и телом. Телом, конечно, вы молодцы. Вы будете плавать, вы будете двигаться, да. Но вот давайте и фитнес-центр, помните, и спа тоже классно. Мы идем дальше. Хотим сейчас с Ренатом зайти в зону рецепции, пообщаться с коллегами, чтобы нам показали какие-то номера. И, может быть, мы здесь останем все ночевать, и они поедем в Барон. Почему, наверное, у нас с Ренатом есть небольшие сомнения? Потому что если есть места, это раз. И места, смотря по какой цене. Вот смотрите, допустим, я сама смотрела для нас бронь. И для нас на букинге в эти дни, то есть конец июля, начало августа, стоимость номера на двух человек выходила где-то в районе около 400 евро. Мы же забронировали через туроператоров, у кого блоки мест. То есть через нас, соответственно, для вас тоже будет гораздо выгоднее. Мы забронировали где-то примерно 220 евро. Представляете, какая колоссальная разница в два раза. Поэтому вот пообщаемся с коллегами, если они нам сделают такую же цену, как за Rixos Charme, тогда мы сегодня останемся здесь, а уже завтра поедем жить в отеле Барон. Так я и думала, что поднимемся буквально наверх, и будем видеть всю территорию как на ладони. Только посмотрите, сколько воды вообще. Просто, мне кажется, огромнейший бассейн на всю территорию отеля. Это, конечно, вообще очень прикольно. Идем все ближе к рецепции. Если вы думали, что из России тяжело уехать в Европу и США, то это не так. Сейчас сроки рассмотрения Шенгенвиза это два месяца практически. В НЖ Венгрии это всего лишь месяц. При этом твоего личного присутствия не нужно. Разрешение можно, так сказать, на путешествие в Европу на целый год. Важный момент, что мы работаем с очень сложными случаями. Если вдруг у вас были отказы, и при том даже не один раз, то мы беремся за эти случаи, и, как правило, все реализуется благополучно. В том числе мы помогаем с оформлением виз в США. И доводим до благополучного получения виз даже тех гостей, кому отказали. Бронирование вилл, апартаментов. У нас два юридических лица. Одно в России, другое в Казахстане. Пишите нам, если хотите, в Европу и США. А также подписывайтесь. Здесь у нас про путешествия и вдохновение. Слушайте, внутри тоже красиво. Практически все наши гости всегда отмечают красивую люстру в Риксосегете. Мне нравятся тоже живые цветы, нравится ковер. Ковер сочный. И, кстати, после такой жары вообще очень приятно. Покажу сейчас люстру во весь рост. Какие-то завитушки. Красивый потолок. Много зон, где гости могут посидеть, отдохнуть. Смотрите, какие красивые живые цветы. Хочется прямо эти розы понюхать. Белые цветочки, кстати, ничем не пахнут. А вот розы мы сейчас с вами понюхаем. Тонкий такой, очень тонкий аромат. Видно, что гостям хорошо. Все сейчас медленно покажу. Вижу, что впереди еще один такой пьедестал своего рода, где тоже живые цветы. И там наверняка, как это обычно бывает в сети отеля Риксос, гостеприимно встречают гостей. Гости, которые приезжают, сразу же могут угоститься. Либо просто водичка освежится, да? Либо выпить сладкий напиток. Здорово, что в этой зоне есть банкоматы. То есть гости могут снять денежки с карт работающих, да? Я вижу, что сотрудники говорят по-русски. Вот Гест Релэйшн говорит по-русски. На рецепции тоже. Здесь же рекламируют свис-отель. Мы думаем, кстати, поехать в него или не поехать. Я сперва потеряла Рената. Потом увидела, что, по-моему, он сидит в баре. Видать, хочет посмотреть, какой там ассортимент. Мы это тоже сейчас с вами все сделаем. Вот такая тут приятная зона. В общем, все эти напитки, можно сказать, сказали, что для гостей Риксос Сигит бесплатно. Для гостей Риксос Шарм за дополнительную плату. Некоторые... Соглашаю вас осмотреть делюкс-номер. Номер мне нравится. Такой светлый, приятный. Знаете, он более просторный, чем у нас в Риксос Шарме. Отель с семейной концепцией. Здесь, смотрите, есть доп-кровать для ребеночка еще. Какое же классное постельное белье, как у нас. Это, видите, фирменная эмблема отеля Риксос. Все так здорово застелено. Дополнительно еще вот такая вот ниша. Два креслица, столик. На столе фумигатор, бутылочка с водой. На полу ламинат. По нему босиком очень приятно ходить. Здесь еще положили вот такой коврик. Сейчас мы с вами посмотрим, какой здесь мини-бар. Чай, кофе, естественно, комплиментом. Есть чипсы, поставили вино. В холодильнике достаточно так богато. Есть даже сникерс, твикс, шоколадка. Две баночки пива, хэнекен. Больно-таки такие просторные шкафы. Халаты очень приятные. Кафу сейф, холодильная доска. Утюг, смотрите, все для комфорта гостей. Мне очень нравятся халаты. Они какие-то необыкновенные. Они новые, прям, знаете, вот выглядят очень достойно. Сейчас пройду вместе с вами в ванную комнату. Тоже видно, что здесь была какая-то реновация. Здесь у нас с вами душ и туалет, получается. Внизу полотенчики, тоже водичка для гостей. Здесь тоже полотенчики. Кстати, гель у нас золотой. Мы купаемся золотым гелем. Здесь тоже какие-то мыльные, рыльные принадлежности. Знаете, Риксос это просто огромное количество бассейнов. Даже их не сосчитать. Вот это вот опять идет одна из верениц. А, это как раз вот бассейн рядом с основным рестораном. С другой стороны корпуса тоже есть еще один бассейн. После осмотра номера продолжаем осмотр территории. Итак, мы смотрим, что здесь вокруг. Очень много зелени. Именно в этой части играет музыка. Это уже такой активный бассейн. Знаете, по красоте территория у Риксос Сегейта мне нравится. Вот прям действительно не к чему придраться. Очень ухожено, все красиво. Такого изобилия пальм с финиками мы не видели в остальных отелях. У Рината сразу вопрос, кладут ли эти финики на стол гостям. Эта снег-зона называется фудкорт. Именно в течение дня здесь гости кушают. Сейчас уже все закрывается. Удобно гостям, кто не хочет идти в основной ресторан, переодеваться. Потому что здесь можно прийти в купальниках, спокойно сесть, пообедать. Далее мы идем в сторону моря. И здесь тоже очень красивое место. Вот так вот назову это. Прям такие современные тоже зонты. С Ринатом все больше приходим к выводу, что Риксос Сегейт красивее, уютнее. Вот, наверное, правильно, да, слово Рината? Современнее. Современнее, уютнее. Новее. Новее. А-ля карт ресторан Тепеньяки. Это я уже пришла в X-Lunch. Тоже здесь посмотрим атмосферу. На самом деле все рядом. Вот сейчас показываю ресторан Тепеньяки. Здесь уже смотрим, скорее всего, ресторан The Grill, который как в Риксосе. И действительно, я права. Рядом с каждым столом стоит приготовленный гриль. Только столов в два раза больше, чем у нас в Риксос Шарме. Так, Ринат меня поправил. То, что этот ресторан назывался у нас The Mangal. Представляете, это настоящая трава. Вот вы можете даже снять обувь и присесть. Мне кажется, супер. Здесь проходят замечательные концертные программы. Тоже такая классная современная зона. Все это представляется на фоне моря, на фоне Красного моря. Супер эмоции, я думаю, отличные. Чем больше мы гуляем по Риксос Сигейту, тем больше влюбляемся в него. Здесь действительно здорово, классно. Сейчас пойдем на море, покажем вам, как там круто. Я очень рада, что мы с Ринатом любим свою работу и детально изучаем резорты. Представляете, какое колоссальное количество времени и финансов мы вкладываем в наш блог, в нашу экспертность для того, чтобы ваш выбор именно был правильным. Потому что от нас очень многое зависит. Как раз проходим уже пляж. Давайте покажу вам участок. Здесь совсем другие зонты. Мне они нравятся. Похоже, что ресторан «Де Мангал» еще служит и как бар для гостей. Гости могут угощаться напитками в течение дня, проходить сюда под навес. И спокойно проводить время, отдыхать, тоже общаться. Я вот вижу, с маленькими детьми там тоже есть. Кстати, важный момент. Риксис – это еще и всегда про спорт. Я вижу, что сейчас, может быть, конечно, дети просто играют, да. Но вот представьте, как классно будет вам здесь заниматься. Так, мне Ринат подсказывает, что это уже инструктор. Уже объясняет, уже все показывает. Представляете, как здорово. Вы вообще все обзоры, которые смотрите наши, вы визуализируете. Вы чувствуете, как вы здесь. И тогда это все быстрее притворится в жизнь. Ринат увидел фреш-бар, захотел угостить меня и себя свежевыжатым соком. Я тоже подойду сейчас, посмотрю, что там за ассортимент. Кайф. Сейчас буду пить свежевыжатый сок в такой жаркий день. Какой ты сок там взял? Морковный, да, как будто? Как тебе нравится? Хороший морковный сок. Ринату понравилось. Он хочет еще угоститься яблочным свежевыжатым соком. Я же увидела фитнес-центр под открытым небом. Хочу вам это все тоже показать. Тренажеры, кстати, тоже смотрят. Техно-джим. И смотрите, как много пространства. Еще прогуляемся вдоль моря, по пляжу. Друзья, предлагаю поставить здесь сейчас лайк. Нам придется полтора километра в ту сторону идти, еще и обратно. Представляете? А идем мы по понтонному мосту до кромки моря. Покажем само море. Может быть, рыбок увидим сейчас. Кстати, с утра был шторм, сейчас штиль, можно сказать. Сейчас будет хорошо видно рыбок. Пляж очень большой. Всем гостям места хватит. Посмотрите, сколько зонтиков открыто. Вижу, что родители с детьми заходят спокойно в море. Плещутся. Ну, то есть, прям совсем с маленькими детками получается. Начали свой путь. Ренат уже ушел далеко-далеко. Мне надо его будет догнать сейчас. Он снимает для нашего телеграм-канала и инсты. Рекомендую подписаться на нас в инстаграм. Там вы будете видеть все наши активные путешествия, передвижения. Да, какие-то, может быть, новости, задавать вопросы. Это, конечно же, в нашем инстаграм-канале. Да, там все в лайв-формате. Вот. Плюс, конечно, на выходные куда-то выезжаем. Напомню, что четвертый год мы, по большей части, живем в Анталии. Но очень часто куда-то путешествуем. Допустим, в этом году больше полугода прожили в Таиланде, на Пхукете. И поэтому наш блог номер один по таким странам сейчас является среди всего русскоязычного пространства. Это Турция, это Таиланд. Маврики тоже становятся. Потому что качество видео очень хорошее. Потому что мы очень детально все скрупулезно снимаем, рассказываем. Плюс мы не то чтобы, как вам сказать, забегаем в отель на 20-30 минут, да. А мы живем в них. Мы в них живем, либо у нас дейпасс. Вот. И, соответственно, ощущения от отеля прям такие вот полные, я бы сказала. Поэтому смело пишите нам с командой, если вы хотите, чтобы именно эксперты такого уровня, как мы, организовали для вас отдых. А как руководитель могу вам дать стопроцентную гарантию, что мы работаем очень ответственно, добросовестно, качественно. Вот. Если вы уже привыкли работать с какими-то нашими коллегами, то это тоже здорово. Здесь, под нашими обзорами, вы можете задать просто вопросы. И мы тезисно, конечно же, на них отвечаем. Сами с Ренатом в течение суток стараемся. Где-то, получается, в течение полутора. В нашей семье Ренат прям какой-то мистик. Представляете, буквально в Риксо Шарме он говорил, а почему вообще отелю не взять и не сделать? Среди моря, да? Просто какой-то бассейн, что-то в этом роде. Но при этом не вырубая кораллы. И вот, смотрите, Риксо Сигет это притворило жизнь. Вот как раз багги, которые курсируют вдоль всего понтона. Здесь, как вы видите, тоже есть душ. Смотрите, в принципе, довольно-таки такая нормальная глубина. Семьи с детками плавают, наслаждаются отдыхом. Не надо куда-то далеко идти. Очень красиво смотрятся горы. Мы доехали. Ехала багги, и мы решили сесть. И в итоге мы здесь посмотрим, как тут. В общем, здесь тоже полочки, куда мы можем с вами убрать все наши вещи. Есть душевые гости, конечно, много. Скамеечки, где посидеть. Тоже ласты, жилетки, маски здесь. Ребята, я надеюсь, вам видно, какие там красивые рыбки плавают, какие красивые кораллы. Вот многие гости приезжают в Египет именно из-за этого. Мы уже вернулись с понтонного моста. Смотрите, какую мы локацию красивую нашли. Здесь можно не только отдыхать, но еще и тренироваться. Это джангл фитнес-центр. Тут все из дерева. И вроде весело, а люди здесь занимаются. Представляете, на самом деле классно. Люди, которые занимаются на отдыхе, вы сильные духом. Если вам кажется, что легко, на самом деле не легко. Ренат не может опустить. А это всего лишь навсего, казалось бы, деревянное. Прямо напротив джангл-джима расположилась вот такая вот классная просто чилл-зона. Посмотрите, какой огромный гамак. Хочется прям взять и лечь в него. Шезлонги какие классные. Кабаны наверняка это за дополнительную плату. Вот именно здесь мы сейчас и будем снимать итоги. Решила присесть так все-таки комфортно, излагать свои мысли. А то я чувствую, что я сейчас расслаблюсь и вообще полностью улечу. Здорово, что мы протестили оба отеля. Теперь знаем, какие отели каким гостям подойдут. Потому что они разные абсолютно. Как-то, не знаю почему, но больше душа лежит к Риксос Сегейту. Хотя у Риксос Шарма тоже есть приятные стороны. И отель нам начал раскрываться только на следующий день. Самая сильная сторона – это, конечно же, питание. Вот кухня здесь выше всяких похвал. Представляете, в Риксос Сегейте два этажа ресторана занимает огромную площадь. Повара стараются, столько готовят, столько мясных блюд. Я даже не помню, в каких турецких отелях. В турецком Риксос Белек, который считается самой премиальной, такого нет. А как здесь есть в Риксос Сегейте? А если сравнивать Риксос Сегейте с другими отелями за эту нашу поездку, то что хочется сказать, то что тоже большая, замечательная детская зона. Потому что такой детской зоны, ну, в других отелях нет, да, она меньше. Она еще как-то, детские зоны во многих других отелях, несмотря на то, что уровень у отеля хорош, тоже выглядит как-то подуставшее, чем здесь получается в Риксос Сегейте. И здесь много детей, то есть детям будет интересно. Вот это вот тоже важный момент. Номера, в принципе, вы видели, сами лично, да, прочувствовали. В принципе, приятно, да, видно, что отелю не один год, то что отель постарше. Но, в принципе, всего достаточно уютно. Территория красивая, зеленая, ухоженная, очень много такого приятного газона, нет каких-то проплешин, да, и много воды. Вот Риксос Сегейт у меня ассоциируется. А, кстати, Сегейт, это даже водные ворота, так, наверное, и как-то предназначено, что очень много воды, очень много вереницы бассейнов. Пантон большой, но он, видите, как решается. Решается это тем, что ходят баги, они ходят очень часто. Мы пока шли с Ринатом, частенько прижимались к обочине для того, чтобы пропустить эти баги. И они ходят аж по двое. Соответственно, гостям, в принципе, всем хватит места, чтобы доехать. В принципе, мы видели, что гости выбирают локации, те, которые им заинтересны. Кому-то интересен бассейн. Кто-то пошел в аквапарк, да, как бы, кто-то занял какие-то другие локации. Здесь указываем специально наш кваркод. Это наш ватсап. Пишите, и мы с командой с удовольствием вам поможем, потому что у нас опыт за плечами 24-летний. Представляете, сколько лет уже работаем в туризме, сколько стран в нашей копилке. Сюда мы приехали для того, чтобы освежить все наши экспертные знания и в личных консультациях давать вам именно достоверную такую информацию. Также прикладываем кваркод телеграм-канала, инстаграма. В телеграм-канале мы выкладываем ежедневно какие-то спецпредложения. В инсте вы просто видите наш лайф-формат. Субтитры создавал DimaTorzok